Этот электродвигатель переменного тока мы извлекли из напольного вентилятора. Он питается от сети 220 вольт 50 герц. Его крутящий момент совсем невелик и вращение можно легко затормозить рукой. Раскроем кожух и посмотрим, как этот двигатель устроен внутри. Вынимаем ротор. Видим, что никакого коллектора на нем нет. На статоре находится 8 катушек. Четыре из них помечены белым, другие четыре помечены красным. Белые катушки подключены к сети напрямую, а красные через конденсатор. Из-за этого переменный ток в красных катушках отстает от переменного тока в белых катушках на четверть периода. Посмотрим, как устроено поле белых катушек. Подадим на них постоянный ток и поднесем к статору компас. Поля двух катушек направлены к оси статора, двух от оси. Такое поле называется квадрупольным. Квадрупольное поле четырех катушек мы построили в программе Vizimac. Разберемся, что происходит, когда двигатель запитан переменным напряжением. Через четверть периода ток в белых катушках убывает до нуля, а ток в красных катушках достигает максимального значения. За счет этого магнитное поле статора поворачивается на 45 градусов. Через четверть периода ток опять течет по белым катушкам, но теперь в обратную сторону. И магнитное поле поворачивается еще на 45 градусов. Таким образом возникает вращающееся магнитное поле, которое за один период напряжения делает пол оборота. И если напряжение имеет частоту 50 герц, то поле вращается с половиной частотой 25 герц. Измерим частоту вращения двигателя с помощью фотоворот. Мы видим, что она составляет 23,5 герца. Получается, что ротор немного отстает от магнитного поля, которое вращается с частотой 25 герц. Чтобы понять, за счет чего вращается ротор, вспомним опыт, в котором магнит, быстро движущийся вдоль немагнитной алюминиевой пластины, увлекает ее за собой. Это происходит за счет того, что переменное магнитное поле наводит в пластине вихревые токи Фуко, и на эти токи со стороны поля действуют силы ампера. Точно так же вращающееся магнитное поле статора увлекает за собой ротор. Ротор раскручивается, но при этом даже на холостом ходу он должен немного отставать от магнитного поля, чтобы в нем наводились токи, поддерживающие его движение. А под нагрузкой отставание делается еще большим, поэтому такой двигатель называется асинхронным. Большой вклад в создание асинхронного двигателя внесли Никола Тесла и Михаил Осипович Доливодобровольский. Такие двигатели, называемые также индукционными, обладают рядом очевидных преимуществ. В них нет постоянных магнитов, нет коллектора, и они самозапускаются. А еще такая машина может работать не только как двигатель, но и как генератор, превращая механическую энергию в электрическую.